здравствуйте дорогие друзья сегодня я буду собирать украшение кому интересно оставайтесь на канале вот у меня такие материалы я достала вот эти свои кристаллы они что-то давно лежат залежались может быть они мне пригодятся ну что у меня получится вы уже увидели на картинке так ведь но я пока еще вот не знаю что у меня получится и так у меня вот такие кристаллы разные это уже как бы остатки по моему одинаковые тут вот такие вот квадратики прямоугольники вот такие вот овалы есть но они все равно вот крупные да да крупноватые конечно из мелких только вот эти вот дальше я нашла еще вот такие бусины они по цвету как бы сюда подходят этот цвет шампань но трудность в чем потому что здесь смотрите металл под серебро а сам цвет такой золотистый теперь я думаю если использовать бусины то какую взять фурнитуру следуя вот этому цвету надо брать серебро так ведь а судя по этому цвету ну вот смотрите если я их вместе соберу мне кажется серебро сюда тоже как-то не очень вот и я в замешательстве наверное я все-таки возьму золотистую фурнитуру посмотрим что получится вот и так бусины у меня вот такие вот чешские это очень красивые бусины я вам их показывала ну как бы здесь тоже уже остатки поэтому хватит или нет я не знаю наверное буду как-то их комплектовать вот восьмерка шестерка есть пятерка наверное и тройка тут есть в общем посмотрим что получится я хочу собрать на ювелирный тросик тросик у меня вот такой вот и давайте я потихоньку буду делать и вам показывать вот смотрите я пока вот так вот начала собирать на самом деле я давно хотела попробовать вместе собрать бусины с такими кристаллами в цапах но идеи разные у меня в голове витали но вот как это все собрать у меня пока конкретный конкретного образа не было и вот когда я начала работать но я сегодня буду просто плюс и минусы рассказывать возможно вот этот тросик 045 у меня да он возможно грубоват и толстоват но поменьше у меня под рукой пока нет поэтому я буду на этом собирать что я вообще хотела изначально я хотела выполнить вот это будет типа центральный элемент я хотела просто повернуться здесь бусинами и вот сюда поставить кристалл причем хотела я его поставить с капелькой к верху то есть вот так и когда я это сделала у меня кристалл перевешивает работу так как тут отверстия не ну пониже поэтому наверное и я дальше начала думать и вышла в общем то ну как сумбурно буду говорить здесь у меня тросик лежит вот так я крестиком решила пройти тросиком вот таким образом чтобы этот кристалл у меня не переворачивался если я буду вот так вот его подвешивать он просто перевешивает и это некрасиво хотя на груди лежит под уклоном это все нормально по моему но все таки я не стала рисковать и решила я выполнить подвеску вот таким образом перевернул я эту каплю и вообще вот такие кристаллы они великоваты для такой работы я все понимаю но за неимением других хотя вот тут такое сердечко вообще-то было можно было его да ну да ладно мне вот такая концовка тоже сейчас понравилось значит сначала я надела вот крест к накрест тросик он у меня вот так проходят потом ну допустим вот эта сторона вот так проходят я набирала между бусинами вот это мелкие гематитовые бусинки все-таки взяла золотого цвета по моему размер у них два миллиметра но они как проставочные очень красивые они немного так вот поблескивают аккуратненько здесь у меня бусины значит пять миллиметров шесть и восемь и вот тут я на гематите как раз повернулась то есть у меня как бы это будет внизу я еще поаккуратнее сделаю чтобы не было видно вот тросика потом я повернулась и пошла обратно еще не сильно не натягивала честно сказать опять же говорю тросик все-таки грубоват толстоват он можно было бы взять потоньше дальше я с двух сторон набрала вот таким образом между бусинками везде у меня будут ну в поддержку этого цвета решила я будет вот будут гематитовые вставки значит вот так 8 6 6 и 5 миллиметров вот так вот потом я надела опять хотя вот так тоже можно уже продолжить да и в 2 нити сделать здесь еще одна нить здесь вот такая вообразная как бы часть вот мне кажется так тоже хорошо но я сейчас попробую так как раньше планировала задумывала вот я надела вот этот кристалл таким образом здесь четыре отверстия прошла вот так понятно да вот так в общем и с этой стороны я тоже точно также пройду вот единственные вот сюда я не надела гематитовые бусины сейчас думаю может быть сюда и не нужно сейчас посмотрим что получится так вот смотрите что получается такая как бы подвеска ну вот как вам можно ли так оставить или все-таки поменять мне вот эти слишком грубые да надо поменять на более мелкие поставлю сюда шестерки и вам покажу ну вот так вроде лучше но сейчас я думаю как то вот это вот двойное может быть она и не нужно да вот что же делать да вопрос или все-таки оставить мне оставить или это пониже вот эти пятерки убрать как интересно будет так попробуем убираем пятерки ну вот так уж методом тыка вот оставлю здесь вот эти гематитовые бусинки посмотрим может быть поближе лучше вот смотрите так вроде лучше все равно конечно вот этот элемент он слишком большой пожалуй я вот этот элемент совсем уберу и вот так оставлю и здесь будет еще один ряд ну двухрядный она будет мне кажется так лучше все-таки оставлю этот элемент пускай он будет такой большой вот сейчас еще немного соберу и вам покажу собрала я еще один вариант смотрите я нашла бусину бабочку вот такого же цвета и поставила вот сюда может быть я их еще куда-нибудь вставлю и сюда заменила я этот большой кристалл на сердечко вот как вам мой предыдущий по моему тоже он был более лаконичный интересный я пожалуй вот так вот соберу уже и смотрите я начала собирать вставить вот эти вот бабочки но так как они переворачиваются мне кто-то из подписчиков посоветовал приклеить такие бусины на тросик вот я сейчас взяла вот этот клей нанесла его сюда и попробую действительно приклеить может быть это поможет хотя на груди это конечно все равно выпрямится но все равно нам порой так хочется закрепить бусины может быть этот вариант вот я прямо в отверстие залью клея и попробую так закрепить вот вот что у меня получилось смотрите мне нравится довольно гармонично смотрится колом не стоит и кстати эти бабочки и вправду закрепились не знаю как надежные они будут долго ли они будут так стоять вот что я тут сделала я взяла другую ветку тросика и вот у меня центральная еще одна веточка будет я их скрепила вот тоже кристаллом вот таким он конечно маловат но я подвела вот сюда мелкими бусинками и это по моему тоже неплохо смотрится кстати это такой вариант для того чтобы вместе соединить два троса обычно мы берем бусинки с двумя отверстиями да а тут оказывается можно вот так вот кристаллом соединить интересное решение мне кажется вот вот такая вот центральная часть у меня будет но я сейчас выполню концовку мне надо будет вот два конца вместе как-то подвести ну я соответственно сюда сейчас надену мелкие бусины потому что вот эта бусинка она маленькая я хотела не бусинка кристалл я хотела поставить вот эти но они грубоваты видеть сюда как-то вот вот этот элемент он должен быть наверное все таки поменьше меньше чем вот этот центральный ну как-то вот не хотела я делать акцент поэтому взяла вот такие мелкие сейчас закончу и вам покажу ура все квесты прошла и собрала таки смотрите было конечно не просто так несколько раз перебирала особенно вот эта часть сейчас покажу вам вот так я внутреннюю линию сплела вы вернее собрала из четвертого номера внешнюю линию из третьего но обязательно это нужно примерять потом я подвела вы пропустила через одну общую бусину и закрепила в куфейку оба конца в общем то вот так очень просто это сделала переходника на две нити у меня не было и получилось у меня вот такое колье ну и собрала простенькие сережки но они тем не менее получились очень интересные смотрите с этими бабочками мне вообще они понравились кстати эти бабочки я тоже посадила на клей чтобы они не переворачивались вот может быть это поможет и вправду вот такая история вот так смотрится на манекене двухрядное оно получилось вот ну как идея имеет место быть но собирать конечно все таки немножко муторно ой как мне серьги понравились вот этот переход абсолютно он незаметный здесь правда немножко неудобно смотрится ну все девочки вот такая была история а теперь я с вами прощаюсь до следующего видео пока пока